друзья всем большой привет за спиной такие тучи у нас висят мы топ топаем по полю по полю которая наполнена машинами мы на парковке нашего автодрома который находится в городе монт-мело сегодня здесь проходит чемпионат супер байк третий день воскресенье именно будут гонки вчера была квалификация вчера были тусовки но у нас были другие планы мы были в городе вик а сегодня приехали на чемпионат как-то припарковались мы очень далеко не разобрались в этот раз где основная парковка поэтому сталина в ком-то поле далеко вот идем за всеми ищем вход я знаю что здесь не очень много у меня любителей автоспорта ну это наше хобби поэтому показываем все что интересно на сегодня очень хмуро у нас нету солнышко причем когда мы ехали был такой дождь нас даже есть зонтик с собой вот глеб у меня идет хмурый как тучка потому что припарковались мы далеко далеко боимся что опознаем на пидлейн поэтому топаем быстренько каждый раз когда вы приезжаем на этот автодром мы предполагаем что парковки будут как в прошлый раз едем к тому месту и оказывается что они все поменяли и парковки в другом месте и так каждый раз мы приезжая сюда едем в последнее место парковки и это не то место и у нас еще вообще не было ни разу чтобы мы приезжали и места парковок совпадали с предыдущими но было пару раз но это просто непонятно на парковке здесь надо выделять еще полчаса чтобы припарковаться чтобы потом поискать и понять где точно будет парковка вот мы пришли ко входу сейчас зайдем и будем искать петлейн мы знаем где он пойдем на петлейн так ну и наша задача найти где будет петлейн обычно это все начинается именно отсюда но людей здесь нет ходят гонщики ходят обслуживающий персонал этой гонки а где петлейн непонятно все эти мероприятия и все эти организации которые проходят здесь на этом автодроме они абсолютно не организованы это просто какой-то кошмар вот петлейн всегда начинается здесь вот мы уже были насколько ну наверно 45 мероприятий всегда петлейн начинается тут мы пришли сегодня петлейн начинается не здесь где-то там с другой стороны идите ищите но я хочу сказать что к сожалению организация любого мероприятия на автодроме каталунии просто как испанцы говорят фаталь это абсолютный провал чем бежим сломя голову несемся снова куда если вы купили билет на супер байк без допступов петлейн то прямо на трассе здесь можно купить его но нам эти билеты достались вместе с билетами кавасаки экспириенс и кто с нами давно тут помнит что в прошлом году мы сюда приезжали потому что у нас сосед замечательный мы дружим и вот нам сосед тоже в этом году дал эти билеты поэтому мы в принципе и сегодня здесь gracias на петле не можно получить автограф пилота у меня например один уже есть пойдемте прогуляемся дальше вот ребята тоже раздает автографы здесь можно посмотреть организацию любого заезда на примере например супер байка здесь гараж где обслуживают в данном случае байк здесь сама сам петлейн по которой выезжают пилоты и здесь же есть стойки команд еще один из пилотов раздает автографы посмотрите какие у них интересные костюмы с таким рюкзаком сзади но это не рюкзак специальная защита если вдруг случае он упадет чтобы сохранить позвоночник такой бухгар у некоторых гаражей настоящий ажиотаж много людей в момент когда-либо пилот подходит либо какой-то проверяется байк альвара баутиста который гоняет супер байки на самых высших позициях он и чемпион этого вида спорта несколько раз и ищем его гараж чтобы заглянуть туда я думаю что многие ждут что альвара тоже появится чтобы дать автографы своим поклонникам но не всегда пилоты выходят поэтому не уверена что стоит ждать я там на фоне прошла поэтому если кто-то будет смотреть кубок супер байка по евроспорту то можете попросмотреть вдруг я там тоже попала если увидите меня пишите дайте знать на какой секунде минуте я могу посмотреть как я промелькнула в эфире ну а мы пойдем дальше еще чуть прогуляемся ну а а Когда смотришь, как настраивают и проверяют байки, рядышком такой мощный звук, что даже внутри сердце начинает работать по-другому, прям моща, конечно, эти байки. Заканчивается экспириенс на Петлене, уже вовсю сигнализирует о том, что просим всех покинуть эту территорию, будем готовиться к гонкам. Сзади меня идет такой картон из сотрудников, которые вытесняют всех к выходу, ну и мы, значит, выходим, пойдем куда-нибудь, сядем на интересные места, посмотрим мазай, естественно. Мазай. Мазай. Так. Мазай. Оно вверх. Вот так сидишь, не сделай, кстати, и до. Это светофор, который открывает выезд на трассу, то есть, например, перед гонкой или перед началом заезда, чтобы построиться на решетке, нужно выехать спитлейном. И именно этот светофор дает сигнальные огни, что выезд открыт, можно выезжать на трассу. Ну все, выходим, это выезд на саму трассу, вот прямо отсюда пилоты выезжают, а пешеходы в виде нас выходят через этот вход. Обычным смертным пора покинуть зону, надо пойти поесть, говорит Глеб, и нельзя с этим не согласиться. Мы как раз находимся, мне кажется, в зоне, где можно что-то перекусить, поэтому пойдемте и перекусим, заодно посмотрим, сколько здесь стоит все это дело. Так, наконец-то мы хоть какую-то еду здесь нашли, взяли себе два бутерброда, один с сыром, один с хамоном, заплатили 11.50. Вот цены на еду, значит, один у нас, наверное, 5.50, второй 6 евро стоил. Ну и пойдем занимать места на трибунах. Хотя вот здесь есть зона, где можно перекусить, здесь же есть зона, где можно развлекаться и кататься на аттракционах. Если что, если кому-то актуально, то туалеты тоже есть. Два бокальчика просека, бесплатно, прекрасно. В Паддаке очень много магазинов, где можно купить все для этого спорта. Вот, например, костюмы можно купить. И вот та самая задняя часть, про которую я вам рассказывала, показывала на пилоте. Она, оказывается, отстегивается, пристегивается. А еще хочу показать, что в Паддаке установлена аллея флагов. Это все возможные флаги, которые могут присутствовать во время гонки. Вот их здесь много. Все заканчивается классическим зеленым флагом. Если кто-то не знает, что какой флаг обозначает, то это легко решить. Можно подойти к табличке и прочитать, что этот флаг обозначает, что он сигнализирует. Так, мы себя развлекаем как можем. Зашли уже по третьему кругу за просеком. Да-да, третий раз. И обнаружили, что тут еще сахарную вату раздают. Я подумала, что у меня не слипнется, и я себе возьму сахарную вату. Используем все возможности себя порадовать. Помимо сахарной ваты, здесь же, в этом отделе, можно поиграть в электронную игру. Вот очередь стоит. Пойдемте покажу. Вот здесь находится эта очередь. Здесь написано «Играй» и «Выигрывай». То есть можно выиграть вот такой вот подарок. Ну и игра заключается в том, что вы на своем личном планшете. Вот здесь вот должны удалять определенного цвета апельсинки. Назовем их лаймы. То есть должны лететь только апельсинки. На скорость, на реакцию. И очередь тут, видите, поиграть. В принципе, есть. Мы уже свою сахарную вату слопали. От сахарной ваты только и осталась палочка. Напиваем наши напитки и идем на трибуны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наш гоночный уикенд подходит к концу. Мы досмотрели гонку до конца. Выиграл испанский пилот Баутиста, как мы и предполагали. Мы болели вообще еще за 22 номер. Это за Кавасаки. Алекс, не помню его фамилию, но и неважно. Он у нас приехал на шестом месте. Англичанин. Англичанин тоже. Англичанин. Все, тут прям людей тьма идут к выходу, потому что основная гонка подошла к концу. Поэтому сейчас море людей. Отправляются на паркинги, отправляются на автобусы, поезда и все. На этом, ребята, наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Если вы еще не подписаны на канал, то я приглашаю вас подписаться. Здесь всегда очень позитивно и с юморком, и с хорошим настроением. Все, ребята, на этом я вас всех обнимаю. Всем не скучайте, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok